Всем большой привет! Сегодня мы делаем обзор на дебютную пластинку Marina and the Diamonds, которая называется The Family Jewels, которая, кстати, в феврале этого года исполняется уже 12 лет. Многие люди считают себя обузой в семье, и если вам с самого детства внушали то, что вы лишь маленькое звенье этой огромной цепи человеческого существования, ваше нутро выходит на протест. Протест родительским убеждениям. И именно этот подростковый максимализм с попыткой понять, кто же я на самом деле, лежит в основе пластинки семейных драгоценностей Marina and the Diamonds. Можно сказать, что ее история — это очередная история успеха на MySpace, потому что зачатки славы пришли к ней после того, как она сама сочинила две мини-пластинки — Give Me The Money и Mermaid With Sailor. Из последнего, кстати, в полноформатный релиз перекочевало два трека — Seventeen и Hermit the Frog, которые Marina и, скорее всего, лейблы сочли уж очень удачными для перезаписи. На самых первых порах Marina называла себя инди-певицей с поп-целями. И хоть в музыкальном плане ее вдохновение черпалось у таких артистов, как Гвен Стефани и Бритни Спирс, на их фоне она была неким самородком, который смог применить свой уникальный голос и мелодичный стиль к глэм-попу и клавишным балладам. Вступительный трек этого альбома You Are Satisfied обдумывает смысл жизни и отсылает нас к размышлениям о том, что все-таки то, о чем мечтала Марина, до сих пор ее не удовлетворяет. Должна ли я врать, чтобы выбиться в люди? Должна ли я радоваться тому, что вот-вот моя жизнь изменится? Именно такие риторические вопросы задает Marina себе в этой песне. В диско-треке «Шампайн» Марина осмысляет депрессивную сторону пьянства. Сама певица сказала, что это самая простая поп-песня, которую она записала для этого альбома. Изначально песня называлась «The Champagne Sleeper», то есть «Уснувшая от шампанского». Поговорим об отсылках в этой песне. Само название песни «Шампайн» — это сочетание двух других слов. «Шамп», то есть «Притворство», и «Пейн», то есть «Боль». В первой строчке Марина поет «Dagger Dead», то есть «Убитая кинжалом» и отсылает нас к шекспировской Джульетте, которая убила себя кинжалом прямо в сердце. На протяжении всей песни Марина пьет шампанское, чтобы забыть своего бойфренда, от которого она, собственно, и ушла. И в самом припеве мы замечаем, что ее героиня уже жалеет от этого решения, но все равно продолжает бухать. Марина также отсылается к библейскому ангелу Гавриилу. Обычно к нему обращаются, чтобы наставить душу на тот самый праведный путь. И этот святой отвечает на просьбы о помощи при депрессии и унынии. Кстати, клип на песню был снят в обычном лондонском парке. О хите «I'm not a robot» Марина сказала, что она ровно так же, как и песня нам, говорит об ее отстраненности. Песня рассказывает о людях, которые очень страдают внутри себя, при этом создавая фасад от окружающего мира. Марина обращается к самой себе, она стыдится того, кто она есть на самом деле. Она хочет быть кем угодно, только не собой. Именно поэтому она ведет нездоровый образ жизни. В этой песне есть также строчка о нелюбимых детях, превратившихся в хулиганов. Здесь она имеет в виду парней, которые были психически нестабильны, которые выводили постоянно ее в какие-то депрессивные состояния, мешали ей быть счастливой. И она поняла, что все-таки этому пришел конец, и она понимает, что она достойна самого лучшего. И это, кстати, самый любимый трек Марина в ее же пластинке. Куда бы вы ни посмотрели в современном мире, везде есть эти самые СМИ, которые подпитывают безумные стереотипы о стандартах для женщин. Особенно та самая одержимость молодостью. В песне Марины «Girls» есть очень интересные строчки. Что переводится как «Девушки не предназначены для грязных боев». Именно этой строчкой Марина бросает вызов средствам массовой информации. При этом сама Марина признается в том, что она буквально съеживается от некоторых слов в этой песне, и считает их немного женоненавистническими. Или вот эти строчки. Здесь она пояснила, что эта строчка последняя касается ее психологических проблем с весом. «Маугли Роуд» — это пятая песня, которую Марина выбрала как сингл. И на вопросы о выборе, казалось бы, совершенно не хитовой песни, Марина ответила, что «Дорога Маугли» — это одна из самых бескомпромиссных песен, в которой она развивает мысль о том, что она непридуманная поп-звезда одного дня и хочет идти по своему независимому пути, обтекая тренды и модную музыку. Для нее большой успех — это не главное. Название песни является отсылкой к персонажу книги «Джунгли» Киплинга. Трек повествует слушателю о двух путях к славе и индустрии. При этом она не берется осуждать продюсерские проекты, где артисты вынуждены идти на поводу у лейбла. Вы можете быть и тем, и другим, если хотите. Но я как художник хочу, чтобы в поп-культуре, где царит сексуальность, была такая альтернатива, как я. Для клипа на песню Марине прикрутили две пластиковые ножки, на которых она танцевала 17 часов. Она писала промо к этому клипу, как «Джим Хэнсон делает сингл «Лэдис» для Бьонса». Obsessions начинается с легкого красивого вступления и заканчивается уже более жесткой песней о любви и страхе. В треке Марина повествует о своем психическом ОКР-расстройстве, которым она страдала еще в начале 2000-х. Когда она приходила в супермаркет, она просто впадала в какую-то дикую истерику, потому что она не могла выбрать правильную пачку крекеров, даже если это одна и та же пачка. В итоге ее истерия была настолько велика, что она просто убегала из этого супермаркета домой и оставалась без еды на ближайшую неделю. В целом в этом треке Марина говорит о себе в третьем лице и рассказывает о том, что людям с таким психическим расстройством очень тяжело поддерживать любые виды отношений. В песне «Голливуд» Марина берет на себя роль польской девушки в Америке, которая мечтает о голливудской славе. В одном из интервью Марина призналась, что была просто одержима Америкой и заявила, что Голливуд заразил ее мозг. Вся песня представляет собой некий саркастический и циничный подход ко всей коммерческой культуре Америки. При этом она понимает, что очень любит своих фанатов и с нетерпением ожидает туров, но относится с лютой ненавистью к поп-культурным стереотипам. Стоит подметить, что сама Марина родом из Великобритании, где царит монархия. В Америке же напротив, демократия. И этой песней она как бы дает понять, что единственный способ стать королевской особой в Соединенных Штатах – это стать бейсик-поп-звездой. Она говорит о неком парадоксе мифической американской королевы, которой все хотят подражать, поскольку она – олицетворение американской мечты. Но большинство просто не врубается в то, что это образ, и в реальной жизни американцев этого нет. Строчка «Living in a dive on wine» ссылается на проживание в дешевой квартире на улице Вайн, которая имеет очень плохую репутацию у американцев. Когда люди мигрируют в Америку, им автоматически кажется, что их там ждут, что американская мечта – она где-то рядом. Но реальность оказывается иной, и большинство мигрантов становятся бедными, потому что, извините меня, жить в Америке очень дорого. Поэтому единственным способом для Марины, касаемо лирики этой песни, остаются отношения с американцем. И она убеждена, что американские мужчины очень любят европейский тип женщин, и ей не составит никакого труда найти парня, который будет баловать ее в Голливуде. «The Outsider» – это одна из самых динамичных песен этого альбома, и в ней Марина рассказывает о своей интроверсии. В строчке «Feeling like a loser», «Feeling like a bum», «Sitting in the outside», «Oversing the fun». Главным образом затрагивают мысль, что пока все остальные веселятся, Марине очень тяжело быть изолированной от всего этого. И по рассказам самой Марины, для этого трека она заставила своего продюсера использовать 486 дублей. Касаемой лирики «Hermit the Frog» ходит множество легенд, и многие из них предполагают, что смысл этого трека лежит в истории о том, что Марина отдала девственность не тому человеку. Герой ее песни оказался обаятельным и был готов мириться с ее стервозностью, но как только они переспали, она поняла, что для него она всего лишь игрушка. Он стал с ней менее общительным и даже грубым, и в конце концов хочет найти новую добычу, которая будет похожа на Марину. Короче, это одна из классических песен про мудаков. Кстати, фраза о стеклянном шаре — это как бы немножечко гипертрофированная фраза про стеклянный потолок, которая описывает препятствия женщин на пути к успеху, просто потому что они женщины. И вот на протяжении всего этого припева Марина понимает, что она не готова мириться с этим стеклянным шариком. The Family Jewels изначально планировался как альбом из 12 треков, и песня Oh No! была добавлена туда буквально в последний вагон. Многие также говорят, что принятие вот этого самого решения было связано с диким перфекционизмом Марины. И именно этого трека нет в оригинальной си-версии этого альбома. Марина записала эту песню во время своей поездки в Лос-Анджелес и рассказала о том, что она воплощает все ее страхи и надежды о будущем. Также, если вы не знали, эта песня является как бы второй частью песни Маугли Роуд. Сейчас, в общем, будет фан-факт. Я узнала, что у инстасанки набит целый куплет из этой песни Марины. Прямо начиная с Don't Do Love, Don't Do Friends. Не буду браться за психологический разбор этого решения, но если она думала, что Марина в этой песне прославляет вот это вот хождение по головам, что в этом мире деньги — это все, то это не так. Эта песня — абсолютная сатира о стереотипах и в своем страхе превратится как раз-таки в героиню песни. Она воплощает в лирике запредельный стереотип массовой культуры о том, что женщина — это существо, которое ничего не нужно, кроме собственного успеха и материальных желаний. Эта песня тупо стеб над всем этим. Композиция «Rootless» — это бонус-трек американской версии «Family Jewels». Марина рассказала, что этот трек описывает постоянные переезды ее семьи. В детстве она много раз меняла место жительства, и именно это не давало ей установить прочные связи с другими людьми. Песня «Намп» рассказывает о борьбе Марины с депрессией. Она чувствует себя настолько плохо, что ей тяжело дышать, и она не может сосредоточиться на простых бытовых вещах. И словно золотая рыбка, она постоянно ищет золотой свет. Строчки Они рассказывают нам о том, что, будучи подростком, Марина не могла ни с кем установить никакие отношения, и она буквально молчала всю жизнь. Кстати, это самое молчание — одна из причин, почему Марина начала записывать свои песни. Песню «Намп» я уже чуть-чуть упоминала ранее, что она является неким дополнением и общим стилем лирики с другой песней. Ну, в общем-то, очень интересная барокко-композиция на «Family Jules», и именно после этого трека Марину начали сравнивать с Кейт Буш. Следующая песня «Guilty» — это как раз-таки та самая песня, после которой я начала слушать Марину. И, честно сказать, я первой услышала именно акустическую версию, не альбомную, и она мне нравится гораздо больше. Она более лиричная, более меланхоличная, можно так сказать. Но что меня удивило в этой песне, так это лирика. Мне всегда казалось, что эта песня о чем-то грустном, о какой-то любви или еще о чем-то. Но нет. Казалось, что эта песня о ночном кошмаре, где Марине доверили наблюдать за редкими собаками богатого друга. В этом сне каждый раз, когда она пыталась поднять собаку, она ломала ей лапы. И у нее было два выхода — сказать владельцу собак случившимся и столкнуться с серьезными проблемами, либо запереть их в шкафу, чтобы они там умерли. Во сне Марина выбрала второй вариант и постоянно страдала от чувства вины. Одноименный трек альбома «The Family Jules» стал бонус треком к японскому изданию. Лирика песни рассказывает нам о ее разведенных родителях и роли, которые, по ее мнению, она играет в этих самых отношениях. Смысл песни также вращается вокруг ситуации с ее отцом, который хотел, чтобы Марина осталась жить в Греции. Также эта песня, вероятно, является отсылкой к фамилии Марины, что переводится как бриллианты, а также семейные реликвии. Существует архаичный миф, что алмазы на самом деле получаются из угля. Тем не менее, фраза «от угля к алмазу» скорее всего относится к тому, что графит подвергается давлению, чтобы сделать алмаз, намекая на тот факт, что раздробленное состояние ее семьи было скрыто за идеальным фасадом, который поддерживали ее родители. Вообще, эта песня стилистически очень похожа на Hermit's Frog, и я их почти не различаю. Севентина, о котором я говорила ранее, был переделан из ее дебютного мини-альбома. Смысл песни, конечно же, неоднозначен, но все поклонники как один говорят о том, что эта песня говорит о ее ужасных отношениях с ее отцом. В основе песни лежит конфликт, произошедший в ее 17-й день рождения. Ее отец думает, что Марина обязана выполнять его капризы, и также намекает на то, что он использовал ее музыкальный талант, чтобы преуспеть за ее счет. В клипе Марина носит куртку с надписью «Квин» на спине, заменуя себя королевой и показывая, что она выше всех его придирок. Сама Марина описала эту пластинку как собрание работ, вдохновленных соблазнением коммерциализма, современных социальных ценностей, семьи и женской сексуальности. Что интересно, в 2010 году одним из минусов этого альбома считалось изобилие пианино в инструменталах композиций. В наше же время подобные баллады являются большой редкостью. Аранжировки The Family Jewels выглядят достойнее, чем все то, что выходило за последние несколько лет. Конечно же, в звучании есть некая доля графоманства, и, как я и говорила, можно отыскать на пластинке два почти что идентичных трека, но искушенный слушатель сразу заметит некую особенность и искренность в этом альбоме. Марине как вокалисту очень комфортно как с нижними частями вокальной гаммы, так и с верхними. Именно ее уникальный голос и история, которую она хотела рассказать всем, выделили ее на фоне других певиц, играющих на фортепиано. Большая доля жеманства, если вы понимаете, о чем я, немного утомляет. Создается некое впечатление, что Марина никак не может обойтись без этих выкриков, сменок вокала, и местами этот альбом даже немного напоминает шансон. В большинстве треков она ведет себя очень высокомерно. Вообще, складывается такое впечатление, что она строит из себя главную стерву в этой школе. Это я еще не обсуждала альбом Electroheart. И вот кажется, что она просто неотделима от своего юношеского максимализма, какой-то американской мечты и постоянных проблем с родителями. И слушая девушку, которая находится как бы в пределах поп-звучания, но при этом внося туда довольно-таки интересные и нестандартные решения при записи, вы убеждаетесь, что она не так проста, как кажется. И все-таки я бы отнесла этот альбом к хорошей альтернативе, в отличие от ее следующих альбомов, таких как Electroheart или Love and Fair. Семейные драгоценности лично для меня стали в свое время очень большим откровением. Какая-то среднеземноморская девушка поет о изоляции, депрессии, проблемах с родителями. И делает это настолько остроумно и саркастично, ну, действительно, этому можно очень сильно удивиться, если смотреть на всю поп-индустрию. И вот, собственно, по классике мои самые любимые песни с этого альбома. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал по классике. И встретимся в следующем ролике.